Добрый день, уважаемый Василий Николаевич, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные. Из 48 депутатов, избранных в Смоленскую областную думу 7-го созыва, на заседании думы сегодня присутствует 47 депутатов думы. Согласно пункту 5 статьи 8 областного закона от 18 ноября 1996 года номер 32З о Смоленской областной думе, первое заседание Смоленской областной думы 7-го созыва является правомочным. Неверов Сергей Иванович, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, заместитель председателя Государственной думы. Смашнев Руслан Владимирович, сенатор Российской Федерации. Стрелецкий Юрий Эдуардович, главный федеральный инспектор по Смоленской области. Позаненков Юрий Алексеевич, председатель арбитражного суда Смоленской области. Шепель Невгений Александрович, председатель Смоленского областного суда. Крапетян Сергей Эдуардович, прокурор Смоленской области. Уханов Анатолий Юрьевич, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области. Щелоков Сергей Юрьевич, начальник управления ФСБ России по Смоленской области. Саржин Валерий Александрович, начальник управления МВД Российской Федерации по Смоленской области. Пчелинцев Валерий Николаевич, начальник управления Росгвардии. Калядина Наталья Петровна, исполняющая обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Смоленской области. Сметанин Андрей Михайлович, начальник управления Юстиции Российской Федерации по Смоленской области. Удалец Михаил Семенович, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области. Буракин Андрей Иванович, исполняющий обязанности руководителя управления Федерального косночейства по Смоленской области. Кассиров Константин Петрович, исполняющий обязанности главы города Смоленска. Овсянкин Анатолий Васильевич, председатель Смоленского городского совета. Пестунов Денис Юрьевич, председатель общественной палаты Смоленской области. А также в работе заседания принимают участие руководители органов исполнительной власти Смоленской области, управление аппарата Смоленской областной думы и руководители органов местного самоуправления. Разрешите мне в соответствии со статьей 25 Устава Смоленской области, первое заседание Смоленской областной думы 7-го созыва объявить открытым. Смоленская область Смоленская область Смоленская область Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кошанский Юрий Петрович Одномандатный избирательный округ номер 18 Черняк Юрий Александрович Одномандатный избирательный округ номер 19 Невский Сергей Николаевич Одномандатный избирательный округ номер 20 Лосенко Михаил Васильевич Одномандатный избирательный округ номер 21 Василенков Алексей Петрович Одномандатный избирательный округ номер 2 Демьянов Игорь Анатольевич Одномандатный избирательный округ номер 23 Васильева Ольга Николаевна 1 мандатный избирательный округ номер 24 Гераськова Елена Николаевна, 1 мандатный избирательный округ номер 25 Станьков Александр Иванович, 1 мандатный избирательный округ номер 26 Ульянова Любовь Александровна, 1 мандатный избирательный округ номер 27 Гулицкий Игорь Викторович, 1 мандатный избирательный округ номер 28 Шулдюков Сергей Сергеевич, 1 мандатный избирательный округ номер 29 Поселевич Анатолий Степанович, Одномандатный избирательный округ номер 30 Павлов Алексей Григорьевич, одномандатный избирательный округ номер 31 Чухунов Михаил Владимирович, одномандатный избирательный округ номер 32 Ченцова Наталья Леонидовна. По партийным спискам Смоленского областной думы 7-го созыва избраны Борисов Андрей Александрович, Ковалев Михаил Александрович, Кузнецов Валерий Венедиктович, Митрофаненков Андрей Николаевич, Вовченко Виталий Владимирович, Дементьев Николай Алексеевич, Калистратов Сергей Николаевич, Ляхов Игорь Васильевич, Полушкина Наталья Иосифовна, Снытина Нина Михайловна, Степаненков Илья Александрович, Титов Дмитрий Викторович, Титов Игорь Евгеньевич, Фомин Сергей Геннадьевич и Цыганов Егор. Позвольте мне от имени всех избирательных комиссий Смоленской области поздравить вас, уважаемые депутаты, с избранием в Смоленскую областную думу 7-го созыва и пожелать вам успешной работы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые депутаты, для дальнейшего введения первого заседания Смоленской областной думы 7-го созыва в соответствии с требованиями регламента Смоленской областной думы вам необходимо избрать из числа депутатов думы председательствующего. В соответствии с регламентом думы председательствующий избирается открытым голосованием из числа депутатов думы, большинством голосов, а числа депутатов, присутствующих на заседании думы. Уважаемые депутаты, какие будут предложения по кандидатурам для избрания председательствующим на первом заседании думы? Уважаемый Василий Николаевич, уважаемая Олеся Ивановна, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, предлагаю избрать председательствующим на первом заседании депутата Мартынова Николая Николаевича. Прошу поддержать эту кандидатуру. Спасибо. Спасибо. Итак, для избрания председательствующего на первом заседании Смоленской областной думы седьмого созыва внесена кандидатура депутата думы Мартынова Николая Николаевича. Уважаемые депутаты, переходим тогда к процедуре голосования. Кто за то, чтобы избрать депутата думы Мартынова Николая Николаевича, председательствующим на первом заседании Смоленской областной думы седьмого созыва, прошу голосовать. Против. Воздержались. Решение принято. Итак, председательствующим на первом заседании Смоленской областной думы седьмого созыва избран депутат думы Мартынов Николай Николаевич. Полномочия по дальнейшему введению первого заседания Смоленской областной думы седьмого созыва представляются председательствующим Николаю Николаевичу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Василий Николаевич, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие. Для дальнейшей работы нам необходимо утвердить повестку дня первого заседания Смоленской областной думы седьмого созыва. Проект повестки дня заседания думы у депутатов имеется. Кто за то, чтобы предложенный проект повестки дня думы принять за основу, прошу голосовать. Кто за то, чтобы утвердить повестку первого заседания Смоленской областной думы седьмого созыва, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Итак, повестка первого заседания Смоленской областной думы седьмого созыва утверждена. Переходим к рассмотрению вопросов, включенных в повестку дня заседания думы. Слушается первый вопрос повестки дня первого заседания Смоленской областной думы седьмого созыва об образовании комиссии Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики и утверждения ее состава. В соответствии с регламентом думы комиссия Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики образуется на первом заседании думы из числа депутатов думы. Численный состав комиссии не может быть менее пяти человек. В соответствии с требованием положения комиссии Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики регламента думы решения думы об утверждении состава комиссии думы по регламенту думы и депутатской этики принимаются открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов думы и оформляются постановлением думы. Вначале нам необходимо определиться с численным составом комиссии Думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики. Какие у депутатов Думы будут предложения? Уважаемый Василий Николаевич, уважаемый Николай Николаевич, уважаемые коллеги. Предлагаю образовать комиссию по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики в составе пяти депутатов Смоленской областной думы. Спасибо. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы образовать комиссию Думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатские этики в составе пяти депутатов Думы? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Таким образом, принято решение образовать комиссию Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики в составе пяти депутатов Думы. Какие у депутатов Думы будут предложения по персональному составу комиссии Думы по регламенту и депутатской этики? Пожалуйста. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, предлагаю в состав комиссии Смоленской областной думы по регламенту и депутатской этики избрать следующих наших коллег. Борисова Андрея Александровича, Василия Ольга Николаевна, Вовченко Виталия Владимировича, Моргунова Андрея Викторовича, Павла Алексея Григорьевича. Итак, для избрания в состав комиссии Думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики внесены следующие кандидатуры депутатов Думы. Борисова Андрея Александровича, Васильеву и Ольге Николаевны, Вовченко Виталия Владимировича, Моргунова Андрея Викторовича, Павлова Алексея Григорьевича. Уважаемые депутаты, так как количество предложенных кандидатур не превышает числа вакантных мест комиссии, предлагаю голосовать за список в целом. Кто за то, чтобы голосовать за список в целом, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы избрать депутатов Думы Борисова Андрея Александровича, Василию Ольгу Николаевну, Вовченко Виталия Владимировича, Моргунова Андрея Викторовича, Павлова Алексея Григорьевича в состав комиссии Думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики. Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Итак, по итогам голосования комиссия Думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики образована в составе следующих депутатов Думы. Борисова Андрея Александровича, Васильевой Ольги Николаевны, Вовченко Виталия Владимировича, Моргунова Андрея Викторовича, Павлова Алексея Григорьевича. В соответствии с положением комиссии Думы по регламенту и депутатской этики, решения Думы по рассмотрению вопроса оформляются постановлением Думы, то есть отдельно соответствующее постановление Думы не оголосуется. Слушается вопрос номер два повестки дня об избрании председателя комиссии Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики. В соответствии с постановлением Думы председатель комиссии Смоленско-областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики, избирается Думой на заседании Думы из состава данной комиссии. Какие у членов комиссии Думы по регламенту Думы и депутатской этики имеются предложения по кандидатуре председателя комиссии? Разрешите? Пожалуйста. Уважаемый Василий Николаевич, уважаемые коллеги, предлагаю избрать председателем комиссии Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и этике депутата Смоленской областной думы Вовченко Виталия Владимировича. Спасибо. Итак, для избрания председателем комиссии Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики внесена кандидатура депутата думы Вовченко Виталия Владимировича. С учетом требований регламента думы, решения думы об избрании председателя комиссии думы принимается открытым голосованием большинство голосов от установленного числа депутатов думы, то есть 25 и более голосов. Переходим к процедуре голосования. Кто за то, чтобы избрать председателем комиссии Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики депутата думы Вовченко Виталия Владимировича? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Таким образом, председателем комиссии Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики избран депутат думы Вовченко Виталий Владимирович. Решение думы по данному вопросу оформляется постановлением думы, за которую отдельно не голосуется. Коллеги, давайте поздравим Виталия Владимировича. Слушается вопрос номер три. Повестки дня об избрании заместителя председателя Смоленской областной думы В соответствии с постановлением думы заместитель председателя комиссии Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики избирается думой на заседании думы и состава данной комиссии. Какие у членов комиссии думы по регламенту думы и депутатской этики имеются предложения по кандидатуре заместителя председателя комиссии? Николай Николаевич, разрешите? Пожалуйста. Есть предложение избирать на должность заместителя председателя комиссии Смоленской областной думы по регламенту и депутатской этики депутата Смоленской областной думы, осуществляющего полномочия на профессиональной основе Василию Ольгу Николаевну. Спасибо. Итак, для избрания на должность заместителя председателя комиссии Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики, осуществляющего полномочия на профессиональной основе, внесена кандидатура депутата думы Василиевой Ольги Николаевны. С учетом требований регламента думы, решения думы об избрании заместителя председателя комиссии думы принимается открытым голосованием большинство голосов от установленного числа депутатов думы, то есть 25 и более голосами. Переходим к процедуре голосования. Кто за то, чтобы избрать на должность заместителя председателя комиссии Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики, осуществляющей полномочия на профессиональной основе депутата думы Василиеву Ольгу Николаевну. Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Таким образом, на должность заместителя председателя комиссии Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики, осуществляющей полномочия на профессиональной основе, избран депутат думы Василиева Ольга Николаевна. Решение думы по данному вопросу оформляется постановлением думы, за которое отдельно не голосуется. Коллеги, давайте поздравим Ольгу Николаевну Василию Савбрамину. Прошу комиссию Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики провести работу по регистрации депутатских объединений в Смоленской областной думе. Коллеги, для этого объявляю перерыв на 10 минут. Остальных депутатов я прошу задержаться. Процедура недолгая. После небольшого перерыва мы вернемся к дальнейшему обсуждению повестки дня первого заседания думы. Пожалуйста, еще раз прошу не расходиться. Почитайте внимательно документы, которые у вас есть в раздатке. Продолжаем работу первого заседания Смоленской областной думы седьмого созыва. Уважаемые депутаты, комиссия думы по регламенту думы и депутатской этики произвела регистрацию депутатских объединений. И прежде чем продолжит работу по повестке дня заседания думы, позвольте мне в соответствии с регламентом думы представить вашему вниманию информацию о зарегистрированных депутатских объединениях в Смоленской областной думе. В комиссии думы по регламенту думы и депутатской этики зарегистрированы три фракции в Смоленской областной думе седьмого созыва, а именно фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия». Списочный состав фракции включает 41 депутата думы. Руководителем фракции избран депутат Смоленской областной думы Дементьев Николай Алексеевич. Заместителем руководителя фракции избраны депутаты Смоленской областной думы Титов Дмитрий Викторович и Шумейко Николаевич. Фракция политической партии ЛДПР, либерально-демократическая партия Россия. Списочный состав фракции включает 4 депутата думы. Руководителем фракции избран депутат Смоленской областной думы Ковалев Михаил Александрович. Заместителем руководителя фракции избран депутат Смоленской областной думы Борисов Андрей Александрович. Фракция Коммунистической партии Российской Федерации. Списочный состав фракции включает 3 депутата. Руководителем фракции избран депутат Смоленской областной думы Кузнецов Валерий Венигиктович. Заместителем руководителя фракции избран депутат Смоленской областной думы Митрофаненков Андрей Николаевич. Переходим к рассмотрению 4 вопроса повестки дня об избрании председателя Смоленской областной думы 7-го созыва. Председатель Смоленской областной думы избирается в соответствии с статьей 32 устава Смоленской области тайным голосованием Из числа депутатов думы на срок полномочий думы Какие будут предложения по кандидатурам на должность председателя Смоленской областной думы 7-го созыва? Слово предоставляется губернатору Смоленской области Василию Николаевичу Анохину. Уважаемые депутаты, как вы знаете, недавно прошли выборы высшего должностного лица в субъекте Смоленской области и депутатов Смоленской областной думы. В рамках этих выборов была представлена общерегиональная тройка. В общерегиональную тройку вошли Полушкина Наталья Иосифовна, как вы его хорошо знаете. Она отвечает как раз за вопросы обеспечения поддержки участников СВО, членов их семей, а также Игорь Васильевич Ляхов. Могу заметить, что выборы прошли достаточно открыто, легитимно, с большой консолидацией населения, с высоким уровнем поддержки как на выборах высшего должностного лица, так и выборах депутатов Смоленской областной думы. С учетом того, что выборы, можно сказать, прошли на высоком уровне и с учетом имеющегося большого опыта работы, я предлагаю в качестве кандидата на председателя Смоленской областной думы 7-го созыва выдвинуть Ляхова Игоря Васильевича. И прошу поддержать эту кандидатуру в связи с тем, что Игорь Васильевич будет являться членом моей команды по развитию этой области, по развитию Смоленщины. И в решении всех задач смолян, особенно, которые были поставлены в период подготовки и проведения выборов. И всех тех наказов, контроля за всеми теми наказами, которые жителями нашей области были поставлены перед кандидатами в депутаты Смоленской областной думы. Прошу поддержать. Спасибо. Спасибо, Василий Николаевич. Итак, губернатором Смоленской области на должность председателя Смоленской областной думы 7-го созыва предложена кандидатура депутата думы Ляхова Игоря Васильевича. Будут ли другие предложения по кандидатурам? Пожалуйста. Уважаемый Николай Николаевич, уважаемый Василий Николаевич, депутаты и приглашенные, хотел бы озвучить предложение от Смоленского регионального отделения ЛДПР по данному вопросу. На основании поступившего распоряжения председателя партии Слудского Леонида Эдуардовича в адрес фракции наших депутатов я предлагаю на должность председателя Смоленской областной думы рассмотреть кандидатуру нашего депутата Бориса Александровича. Андрей Александрович в прошлом имел уникальный опыт работы в качестве депутата уже Смоленской областной думы, работал на руководящих должностях администрации Смоленской области, был вице-губернатором, последние 4 года возглавлял, ну руководил, да, был главой города-героя Смоленска. Поэтому предлагаю включить данную кандидатуру также в процедуру голосования. Спасибо. Все у вас, да? Спасибо. Итак, на должность председателя Смоленской областной думы 7-го созыва выдвинуто две кандидатуры. В соответствии с регламентом думы кандидатуры подлежат включению в список для тайного голосования в алфавитном порядке. Таким образом, в список для тайного голосования включается первое кандидатура Борисова Андрея Александровича, выдвинута депутатом Ковалевым Михаилом Александровичем. Второе. Кандидатура Ляхова Игоря Васильевича, выдвинута губернатором Смоленской области. Переходим к обсуждению кандидатур. Андрей Александрович, желаете ли выступить? Нет, спасибо, Николай Николаевич. Вы отказались, да? Спасибо. Какие будут вопросы у депутатов к кандидату? Нет вопросов. Желает ли кто выступить в кандидатуре Борисова Андрея Александровича? Нет, желающий. Спасибо. Переходим к обсуждению к следующей кандидатуре. Игорь Васильевич Ляхов, желаете ли выступить? Да. Пожалуйста. Уважаемый Василь Николаевич, уважаемые депутаты, я искренне благодарю высшее должностное лицо региона, которого совсем недавно в этом зале состоялась инаугурация, и мы его все поддержали, прошедшие выборные кампании, а самое главное, поддержался смоленский народ. В случае моего избрания, я обещаю, буду работать много и честно, буду работать в составе команды губернатора Анохина, как и весь, я уверен, депутатский корпус, присутствующий здесь на благо наших смолян. Спасибо. Спасибо, Игорь Васильевич. Будут ли у депутатов вопросы к кандидату? Не поступило. Желает ли кто выступить по кандидатуре Ляхова Игоря Васильевича? Спасибо. Уважаемые депутаты, в соответствии с регламентом Думы, председатель Думы избирается тайным голосованием с использованием бюллетеней. В соответствии с пунктом 2 статьи 28 регламента Думы для проведения тайного голосования с использованием бюллетеней и определением его результатов, нам необходимо избрать открытым голосованием, большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы, счетную комиссию из числа депутатов Думы в нечетном количестве не менее трех человек. Предлагаю избрать счетную комиссию в количестве трех человек. Ставлю на голосование, кто за то, чтобы счетную комиссию избрать в количестве трех человек для работы в течение всего заседания Думы при проведении тайных голосований с использованием бюллетеней. Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается. Какие будут у депутатов предложения по персональному составу счетной комиссии? Пожалуйста, Валерий Ильич. Предлагаю избрать в состав счетной комиссии следующих депутатов Смоленской областной думы. Василевича Анатолия Степановича, Павлова Алексея Григорьевича, Степанова Максима Александровича. Спасибо. Итак, в состав счетной комиссии предложено избрать следующих депутатов. Василевича Анатолия Степановича, Павлова Алексея Григорьевича, Степанова Максима Александровича. Предлагаю голосовать сразу за список кандидатов в состав счетной комиссии. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение принимается. Кто за то, чтобы в состав счетной комиссии избрать следующих депутатов? Васильевича Анатолия Степановича, Павлова Алексея Григорьевича, Степанова Максима Александровича. И чтобы они работали в составе счетной комиссии в течение всего заседания Думы при проведении тайных голосований с использованием бюллетеней, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение принимается. Прошу счетную комиссию удалиться для работы по подготовке проведения тайного голосования. Уважаемые коллеги, пока счетная комиссия ведет работу по подготовке проведения тайного голосования, предлагается продолжить обсуждение вопросов в повестке дня заседания Думы в отсутствие членов счетной комиссии. У депутатов нет возражений? Нет. Переходим к осуждению следующего вопроса повестки заседания Думы. Слушается пятый вопрос в повестке дня о признании, утратившем силу отдельных постановлений Смоленской областной Думы. Разрешите доложить по данному вопросу. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается проект постановления Смоленской областной Думы о признании, утратившем силу, отдельных постановлений Смоленской областной Думы. Данный проект постановления подготовлен в связи с тем, что в повестку дня заседания Думы включены вопросы, связанные с формированием новых составов комитетов и постоянных комиссий Смоленской областной Думы. Проектом постановления предлагается признать утратившими силу постановления Смоленской областной Думы, в которых определены количественные и персональные составы комитетов и постоянных комиссий Смоленской областной Думы 6-го созыва, а также избраны их председатели и их заместитель председателя. Имеется ли у депутатов вопросы ко мне? Нет. Спасибо. Коллеги, кто из депутатов желает выступить? Не поступило. Желающих выступить нет. Коллеги, напоминаю, что постановление Смоленской областной думы принимается большинством голосов от установленных числа депутатов, то есть 25 и более голоса депутатов. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять постановление Смоленской областной думы о признании утратившими силу отдельных постановлений Смоленской областной думы, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение принимается. Спасибо. Продолжаем работу. Итак, счетная комиссия завершила свой первый этап работы. Возвращаемся к рассмотрению 4-го вопроса повестки дня об избрании председателя Смоленской областной думы седьмого созыва. От счетной комиссии слово предоставляется депутату Васильевичу Анатолию Степановичу. Пожалуйста, Анатолий. Уважаемый Василий Николаевич, уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется протокол номер один заседания счетной комиссии по вопросу об избрании председателя Смоленской областной думы седьмого созыва. Присутствовали члены счетной комиссии. Комиссия решила, первое, избрать председателем счетной комиссии депутата Васильевича Анатолия Степановича секретарем счетной комиссии депутата Степанова Максима Александровича. Второе, уважаемые коллеги, голосование, тайное голосование будет проходить в этом зале. На представном столике на сцене вы получите, уважаемые коллеги, бюллетень для тайного голосования. Рядом находятся кабины для тайного голосования и ящик для тайного голосования. Уважаемые коллеги, нам необходимо утвердить бюллетень для тайного голосования. Уважаемые коллеги, вам будет предоставлен бюллетень для тайного голосования вот такого формата, такого цвета. В котором вписаны фамилии, имя, отчество кандидата. Для того, чтобы проголосовать и сделать волеизъявление, вам необходимо поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного кандидата, в пользу которого вы делаете выбор. При этом комиссия обращает ваше внимание, что бюллетень считается недействительным, если изготовлен не по установленной форме, не заверен подписами двухчленной счетной комиссии, не заверен печатью Смоленского областного дома. По нему невозможно определить волеизъявления голосующего, если любой знак поставлен более чем в одном квадрате, либо не поставлен вообще. Вписанные в бюллетень фамилии кандидатов, иные дополнения и исправления при подсчете голосов не учитываются. Уважаемые коллеги, комиссия просит утвердить форму бюллетеня для тайного голосования. Спасибо. Кто за то, чтобы утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу об избрании председателя Смоленской областной думы седьмого созыва, прошу голосовать. Кто против? Воздержался. Форма бюллетеня утверждается. Уважаемые депутаты, напоминаю, что в соответствии с регламентом думы, депутат думы считается избранным председателем Смоленской областной думы, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов думы, то есть от 48 депутатов. Следовательно, для избрания председателем думы кандидату необходимо набрать 25 и более голосов депутатов думы. Объявляю перерыв для изготовления бюллетеней, проведения тайного голосования в Смоленской областной думе на 20 минут. Коллеги, прошу соблюдать регламент. Бюллетени можно получить на... Прошу занять рабочие места. Продолжаем работу. О результатах тайного голосования по вопросу об избрании председателя Смоленской областной думы 7-го созыва слово предоставляется. Председатель... Уважаемый Василий Николаевич, уважаемые коллеги депутаты, приглашу... Продолжаем работу. Продолжаем. 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 47 бюллетеней. Из них недействительных нет. В результате подсчета голосов по кандидатурам на должность председателя Смоленской областной думы 7-го созыва проголосовало два депутата. За избрание депутата Ляхова Игоря Васильевича председателем Смоленской областной думы 7-го созыва проголосовало 45 депутатов. Уважаемые коллеги, в соответствии с пунктом 1 ст. 4 регламента Смоленской областной думы, утвержденного постановлением Смоленской областной думы от 1 июля 2004 года номер 241, депутат считается избранным председателем Смоленской областной думы, если за него проголосовало большинство от установленных числа депутатов, то есть 25 и более депутатов. Таким образом, Смоленская областная дума решила избрать председателем Смоленской областной думы 7-го созыва, осуществляющим полномочия на профессиональной основе депутата Ляхова Игоря Васильевича подписью счетной комиссии. Спасибо, Анатолий Степанович. Итак, в соответствии с результатами тайного голосования по вопросу об избрании председателя Смоленской областной думы 7-го созыва, Смоленская областная дума приняла следующее решение. Избрать председателем Смоленской областной думы 7-го созыва депутата Смоленской областной думы Ляхова Игоря Васильевича. В соответствии с регламентом думы решение думы об избрании председателя Смоленской областной думы оформляется постановлением Смоленской областной думы, то есть отдельно за соответствующее постановление думы не голосуется. Слово предоставляется Ляхову Игорю Васильевичу, председателю Смоленской областной думы 7-го созыва. Жолоса Игоря Васильевич. Уважаемый Василий Николаевич, уважаемые приглашенные, уважаемые депутаты. Огромное спасибо всем вам за поддержку моей кандидатуры. Василий Николаевич, спасибо вам, спасибо депутатам Смоленской областной думы, которые проголосовали за меня. Спасибо нашим избирателям, спасибо партии «Единая Россия», которая выдвинула мою кандидатуру. Высокое доверие – это определение высокой ответственности. И, конечно же, только командной работе. Мы сегодня не должны забывать, что наша страна находится в состоянии войны. Против нас борются страны Запада, так называемого коллективного Запада. Мы – пограничный регион. И в нашем регионе важнейшее – это единство ветвей власти, важнейшее – это единство общества, важнейшая – это работа на благо наших родных смолян. Силы, куда нам приложить, есть абсолютно. Я обещаю вам, Василий Николаевич, вам, дорогие депутаты, вам, приглашенные, что моя работа будет направлена именно на консолидацию общества, на снятие социальной напряженности в обществе, на консолидацию всех политических сил, дабы защитить, сохранить нашу родину, дабы улучшить жизнь наших смолян, и дабы наши родные смоляне оценили нас по достоинству. Спасибо вам за доверие. Уважаемые коллеги, удостоверение председателя Смоленской областной думы Ляхову Игорю Васильевичу вручает гумерантор Смоленской области Анохин Василий Николаевич. Дальнейшее введение заседания Смоленской областной думы осуществляет председатель Смоленской областной думы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Василий Николаевич, уважаемые приглашенные, уважаемые депутаты, у нас на повестке шестой вопрос, который гласит об образовании комитетов Смоленской областной думы. Уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается проект постановления Смоленской областной думы об образовании комитетов Смоленской областной думы. Данный проект постановления предлагается образовать 8 комитетов Смоленской областной думы, А именно, первое, Комитет Смоленской областной думы по законности и правопорядку. Второе, Комитет Смоленской областной думы по вопросам агропромышленного комплекса, природопользованию и экологии. Комитет Смоленской областной думы по бюджету, налогам и финансам. Комитет Смоленской областной думы по социальной политике. Комитет Смоленской областной думы по имущественным и земельным отношениям, Комитет Смоленской областной думы по экономическому развитию инвестициям и предпринимательству, Комитет Смоленской областной думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы и связям с общественными организациями, Комитет Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике. Таким образом, в Думе появляется новый комитет, комитет Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике. И наименование ряда комитетов изменяется с изменением вопросов их ведения. Также проектом постановления предлагается признать утратившим силу ранее принятые постановления Смоленской областной думы по вопросам образования ее комитетов. Коллеги, имеются ли у депутатов вопросы ко мне? Не поступило. Коллеги, кто из депутатов желает выступить по данному вопросу? Коллеги, буквально два слова. Наша задача совместно работать с исполнительной властью. Не скрою, что мы обсуждали этот вопрос с Василием Николаевичем. И в преддверии серьезной реформы в руководстве области мы решили изменить ряд направлений, дополнить функционалом ряд комитетов и увеличить количество, как уже было сказано, на один комитет. Что мы сегодня и делаем? Для того, чтобы исполнительная власть совместно с законодательной властью работали в одном ключе и руководители комитетов и направлений, заместители губернатора должны работать по тем направлениям, которые должны полностью совпадать. Коллеги, напоминаю, что постановление Смоленской областной думы принимается большинством голосов от числа депутатов думы, то есть 25 и более. Ставлю вопрос на заголосование. Кто за то, чтобы принять постановление Смоленской областной думы об образовании комитетов Смоленской областной думы? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Спасибо. Седьмой вопрос. Об утверждении структуры Смоленской областной думы. Уважаемые депутаты, в соответствии со статьей 7 областного закона от 18 ноября 1996 года за номером 32З о Смоленской областной думе, структура думы утверждается постановлением думы по представлению председателя думы. Представляю проект постановления Смоленской областной думы об утверждении структуры Смоленской областной думы. Данным проектом постановления предлагается включить структуру думы в ранее образованных нами комитетов думы три комиссии думы, председателя думы, трех заместителей председателя думы, совет Смоленской областной думы и аппарат Смоленской областной думы. Также проектом постановления предлагается признать утратившим силу ранее принятое постановление Смоленской областной думы по вопросам утверждения ее структуры. Имеются ли у депутатов вопросы ко мне? Не поступило. Кто из депутатов желает выступить? Нет. Коллеги, напоминаю, что постановление Смоленской областной думы принимается большинством голосов. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять постановление Смоленской областной думы об утверждении структуры Смоленской областной думы, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Восьмой вопрос. О внесении изменений в положение о комитетах Смоленской областной думы. Уважаемые депутаты, проектом постановления предлагается внести изменения в положение о комитетах Смоленской областной думы в части, касающиеся вопросов введения отдельных комитетов думы. Так, в частности, к основным вопросам введения комитета по вопросам агропромышленного комплекса, природопользования и экологии предлагается отнести, помимо вопросов агропромышленного комплекса, вопросы пользования природными ресурсами, охраны окружающей среды, экологии, обращения с отходами производства и потребления. Основными вопросами введения комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетики будут являться строительство, архитектура, градостроительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и дорожное хозяйство, энергетика, эффективность, государственное регулирование тарифов, государственный строительный и технический надзор. Комитет Думы по имущественным земельным отношениям, помимо вопросов, связанных с управлением и распоряжением государственной собственности в Смоленской области, будет заниматься, в частности, вопросами цифрового развития информационных технологий и связи. Коллеги, есть ли вопросы ко мне? Не поступило. Кто из депутатов желает выступить? Нет. Коллеги, напоминаю, что постановление Смоленской областной думы 25 и более. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять постановление Смоленской областной думы о внесении изменений в положение о комитетах Смоленской областной думы? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Девятый вопрос гласит о внесении изменений в статью 15 регламента Смоленской областной думы. Уважаемые депутаты, проект постановления направлен на уточнение отдельных положений регламента Смоленской областной думы в связи с возможностью председателям или заместителями председателей всех постоянных комиссий Смоленской областной думы осуществлять свои полномочия на профессиональной основе. Имеются ли у депутатов вопросы ко мне? Кто из депутатов желает выступить? Нет желающих. Данный вопрос был предметом рассмотрения комиссии Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики. Прошу заместителя председателя с учетом отсутствия Виталия Владимировича Вовченко, который находится в больнице, Васильеву Ольгу Николаевну озвучить решение комиссии. Уважаемые коллеги, рассмотрев проект постановления Смоленской областной думы о внесении изменения в статью 15 регламента Смоленской областной думы, комиссия Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики рекомендует Смоленской областной думе принять постановление Смоленской областной думы о внесении изменения в статью 15 регламента Смоленской областной думы. Спасибо, Ольга Николаевна. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять постановление Смоленской областной думы о внесении изменений в статью 15 регламента Смоленской областной думы? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Прошу голосовать. Андрей Александрович, не будет у вас самоотвода? Нет. Коллеги, прошу голосовать за данное предложение. Кто против? Воздержался. Принимается единогласно. Переходим к 10 вопросу. Он гласит об избрании заместителей председателя Смоленской областной думы 7 созыва. В соответствии с уставом Смоленской области, областным законом о Смоленской областной думе, регламентом думы, заместители председателя Смоленской областной думы избираются тайным голосованием на заседании думы из числа депутатов думы на срок полномочий думы по представлению председателя. Согласно структуре думы предусмотрено три заместителя председателя думы. В соответствии со статьей 5 регламента думы предлагаю избрать заместителем председателя думы 7 созыва, осуществляющим полномочия на профессиональной основе депутата Кузнецова Валерия Венедиктовича. Избрать заместителем председателя Смоленской областной думы 7 созыва, осуществляющим полномочия на профессиональной основе депутата Мартынова Николая Николаевича. Избрать заместителем председателя Смоленской областной думы 7 созыва депутата думы Степанова Максима Александровича. Коллеги, напоминаю, что кандидатуры заместителей председателя думы вносятся к представлению председателя думы и подлежат включению в список для тайного голосования. Прошу счетную комиссию удалиться для работы по подготовке проведения тайного голосования. Уважаемые коллеги, пока идет работа по подготовке, я прошу вас извинить за ту паузу, которая у нас сейчас возникнет. Поэтому можно нам немножко отдохнуть. Прошу не выходить никого из зала. Наш аппарат продумал о том, чтобы был нормальный климат для работы, есть водичка на столе. Прошу пообщаться. Анатолий Степанович, готовы? Пожалуйста, слово представляется председателю счетной комиссии Василевичу Анатолию Степановичу. Уважаемый Василий Николаевич, уважаемый Игорь Васильевич, уважаемые коллеги. Вашему вниманию прилагается протокол номер один заседания счетной комиссии по вопросу об избрании заместителей председателя Смоленской областной думы 7-го САЗО. Присутствовали члены счетной комиссии. Счетная комиссия решила, первое, избрать председателем счетной комиссии Василиевича Анатолия Степановича, секретарем счетной комиссии Борисова Андрея Александровича. Второе. Уважаемые коллеги, голосование у нас проходит здесь, в этом же зале. На сцене получите бюллетень для тайного голосования. Кабина для тайного голосования есть. И ящик для тайного голосования установлен здесь у нас в зале, на сцене. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается бюллетень для тайного голосования по вопросу об избрании заместителя председателя Смоленской областной думы 7-го САЗО, который необходимо утвердить. Он вот такого размера, формат А4. Здесь списаны фамилии, имя, отчество, кандидаты. При этом, позвольте я обращу ваше внимание, что при выполнении тайного голосования вам необходимо оставить бюллетень в незачеркнутом фамилии кандидата на соответствующую должность, за которую вы голосуете. Зачеркните бюллетень в фамилии кандидата, если вы голосуете против его избрания. Бюллетень считается недействительным, если изготовлен не по установленной форме, не заверен подписами двухчленов счетной комиссии, не заверен печатью Смоленской областной думы. По нему невозможно определить волеизъявления голосующего. Вписывание в бюллетень фамилии кандидатов или иные дополнения исправления при подсчете голосов не учитывается. Уважаемые коллеги, комиссия просит утвердить бюллетень для тайного голосования. Спасибо, Анатолий Степанович. Уважаемые коллеги, ставлю на голосование утверждение формы бюллетеня для проведения тайного голосования по вопросу избирания заместителей председателей Смоленской областной думы 7-го созыва. Кто за, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается и единогласно. Уважаемые депутаты, напоминаю, что с учетом положения регламента думы, депутат думы считается избранным заместителем председателя думы, если за него проголосовало большинство от числа установленного депутатов, то есть от 48, следовательно, 25 и более. Коллеги, объявляется перерыв. Я думаю, что 20 минут нам вполне достаточно. Поэтому объявляется перерыв для голосования. Просьба, пожалуйста. При скрытии ящика для голосования оказалось 47 бюллетеней, из них недействительных нет. В результате подсчета голосов по кандидатурам на должности заместитель председателя Смоленской областной думы 7-го созыва голоса распределились следующим образом. За избрание депутата Кузнецова Валерия Венедиктовича заместительным председателем Смоленской областной думы 7-го созыва проголосовало 47 депутатов. Против нет. За избрание депутата Мартынова Николая Николаевича, заместителем председателя Смоленской областной думы 7-го созыва проголосовало 47 депутатов. Против нет. За избрание депутата Степанова Максима Александровича, заместителем председателя Смоленской областной думы 7-го созыва, также проголосовало 47 депутатов. Против нет. Уважаемые коллеги, в соответствии с действующим регламентом Смоленская областная дума решила избрать Кузнецова Валерия Вендиктовича, заместителем председателя Смоленской областной думы 7-го созыва, осуществляющим полномочия на профессиональной основе. Мартынова Николая Николаевича, заместителем председателя Смоленской областной думы 7-го созыва, осуществляющим полномочия на профессиональной основе. Степанова Максима Александровича, заместителем председателя Смоленской областной думы 7-го созыва. Подписи членов счетной комиссии. Уважаемые коллеги, в соответствии с результатами тайного голосования по вопросу об избрании заместителей председателя Смоленской областной думы 7-го созыва, Смоленская областная дума приняла следующее решение. Первое. Избрать заместителем председателя Смоленской областной думы 7-го созыва, осуществляющим полномочия на профессиональной основе депутата Кузнецова Валерия Венедиктовича. Второе. Избрать заместителем председателя Смоленской областной думы 7-го созыва, осуществляющих полномочия на профессиональной основе депутата Мартынова Николая Николаевича. избрать заместителем председателя Смоленской областной думы 7-го созыва депутата Степанова Максима Александровича в соответствии с регламентом решения Думы об избрании заместителей председателя Смоленской областной думы оформляется постановлением, то есть отдельно голосовать за это не нужно. Коллеги, давайте поздравим уновь избранных заместителей. И переходим с вами к следующему вопросу, это вопрос номер 11 о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации представителя Смоленской областной думы. В соответствии с положением федерального закона от 22 декабря 2020 года номер 439 ФЗ о порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и регламента Думы наделение полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от Смоленской областной думы осуществляется Смоленской областной думой нового созыва на срок его полномочий. Основанием наделения полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от Смоленской областной думы является избрание Смоленской областной думы 7-го созыва. С учетом положений указанных федерального закона и регламента думы, мною как председателем Смоленской областной думы, на рассмотрение Смоленской областной думы внесена кандидатура Малащенкова Артема Сергеевича для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от Смоленской областной думы. Итак, предложений от субъектов, имеющих право вносить кандидатуру для наделения полномочий сенатора Российской Федерации представителя от Смоленской областной думы, не поступило. В соответствии с регламентом думы назначаю комиссию думы по регламенту думы и депутатской этики, ответственной за проведение рассмотрения внесенной кандидатуры и прошу комиссию осуществлять указанную работу. Коллеги, объявляется перерыв на 10 минут для работы комиссии по регламенту думы и депутатской этики, связанной с предварительным рассмотрением кандидатуры. Прошу членов указанной комиссии думы пройти для проведения заседания в зал заседания Смоленской областной думы. Коллеги, норма перерыва обязательная, поэтому прошу извинить меня за это. Десять минут у нас есть, прошу не расходиться из зала. Коллеги, я предлагаю перейти к нашей работе. Слово для оглашения решения комиссии по регламенту думы и депутатской этики, принятого по результатам предварительного рассмотрения кандидатуры, представляется заместителю председателя комиссии Ольге Николаевне Васильевой. Пожалуйста, Ольга Николаевна. Уважаемые коллеги, рассмотрел в соответствии с федеральным законом 22 декабря 2020 года о порядке формирования Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации, регламентом Смоленской областной думы, кандидатуру Малащенкова Артема Сергеевича, внесенная Смоленскую областную думу председателем Смоленской областной думы для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от Смоленской областной думы, сведения и документы, представленные кандидатом Смоленской областной думы, комиссия Смоленской областной думы по регламенту Смоленской областной думы и депутатской этики предлагает кандидатуру Малащенкова Артема Сергеевича для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от Смоленской областной думы, соответствует требованиям, предусмотренным в статье 2 и 3 федерального закона 22 декабря 2020 года о порядке формирования Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, статьей 47 прим. 3 регламента Смоленской областной думы. Сведения и документы, представленные кандидатом в Смоленскую областную думу, соответствуют требованиям федерального закона и регламентам Смоленской областной думы. Рекомендовать Смоленской областной думе включить кандидатуру Малащенкова Артема Сергеевича в список для тайного голосования. Спасибо, коллеги. Согласно положению регламента думы, применяется следующий порядок рассмотрения кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от Смоленской областной думы. 1. Представление кандидата субъектом, внесшим на рассмотрение Смоленской областной думы указанную кандидатуру до 5 минут, выступление кандидата до 10, вопросы депутатов думы субъекту, внесшему кандидатуру для наделения полномочиями сенатора представителя от областной думы и кандидату, ответы на вопросы до 10 минут. Обсуждение кандидатуры депутатами думы до 10 минут по кандидатуре. Коллеги, приступим к рассмотрению кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от думы. Представляю кандидатуру для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от Смоленской областной думы. Итак, коллеги, Артем Сергеевич Малащенков нам хорошо известен. Он смоленин, родился 16 марта 1980 года, то есть сегодня полных 43 года. В 2003 году окончил Московский энергетический институт под специальностью инженер оптико-электронных приборов и систем. Свою трудовую деятельность Артем Сергеевич начал в 2003 году на заводе «Измеритель» в должности инженера-конструктора. С 2005 года является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия». С 2006 по 2010 год Артем Сергеевич был руководителем штаба Смоленского районного местного отделения общественной организации «Молодая гвардия». С 8-го депутат Смоленской областной думы, 4-го, 5-го и 6-го созывов. В настоящее время избран депутатом Смоленской областной думы 7-го созыва. С 2020 года является руководителем регионального исполнительного комитета Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия». Кроме того, Артем Сергеевич является координатором регионального партийного проекта «Все для фронта». Он неоднократно выезжал в зону проведения специальной военной операции, лично доставлял необходимый гуманитарный груз, а также спецгрузы для военнослужащих подразделений, которые расквартированы и находятся, имеют приписку в Смоленской области. Артем Сергеевич женат, воспитывает двух дочерей. Считаю, что Малащенков Артем Сергеевич будет достойно представлять Смоленскую областную думу в Совете Федерации и отстаивать интересы всех смолян и всего региона. Уважаемые коллеги, прошу поддержать кандидатуру Артема Сергеевича Малащенкова для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от Смоленской областной думы. Коллеги, я хочу предоставить слово Артему Сергеевичу. Желаете ли вы выступить? Пожалуйста. Уважаемый Василий Николаевич, уважаемый Игорь Васильевич, уважаемые коллеги, для меня большая честь выдвижения моей кандидатуры на должность сенатора Российской Федерации представителя от Смоленской областной думы. Главное, мои обязанные случаи наделения полномочиями сенатора Российской Федерации представителя Смоленской областной думы, это будет представлять в Верхней Палате парламента Смоленскую область, работать и действовать в интересах развития нашего региона. Спасибо. Спасибо, Артем Сергеевич. Коллеги, есть ли у депутатов Смоленской областной думы вопросы? Не поступило. Кто желает выступить? Нет желающих. Уважаемые депутаты, в соответствии с положениями регламента думы нам необходимо утвердить список для тайного голосования. С учетом решения комиссии думы по регламенту и депутатской этики в список для голосования включается кандидатура Артема Сергеевича Малащенкова. Кто за то, чтобы утвердить список для тайного голосования, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно. В соответствии с пунктом 16, 47 индекса 1 регламента Смоленской областной думы, решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. Список для тайного голосования утвержден. Согласно регламенту думы, решение думы по вопросу о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации и представителя Смоленской областной думы принимается тайным голосованием с использованием бюллетеней для тайного голосования. Коллеги, объявляю перерыв на 10 минут для работы счетной комиссии. Продолжение следует... Продолжение следует... Отсчетная комиссия. Слово предоставляется Анатолию Степановичу Василевичу. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, предлагается протокол номер 1 заседание счетной комиссии по вопросу о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя Смоленской областной думы. Присутствовали члены счетной комиссии. Уважаемые коллеги, голосование по выдвижению кандидатуры в состав сенатора Российской Федерации Смоленской областной думы будет проходить в этом зале. Порядок остается тот же. Нам необходимо утвердить бюллетень для тайного голосования. Уважаемые коллеги, вам будет предоставлен бюллетень для тайного голосования формата А4, такого цвета, в котором вписана фамилия, имя, отчество кандидата. Если вы согласны с предложенной кандидатурой и голосуете за, вы просто опускаете бюллетень для тайного голосования в ящик для тайного голосования. Если вы не согласны, вы вычеркиваете данную кандидатуру и также опускаете бюллетень в ящик для тайного голосования. При этом комиссия обращает ваше внимание, что бюллетень считается недействительным, если изготовлен в непоустановленной форме, Не заверены подписи до членов счетной комиссии, не заверены печати Смоленской областной думы. По нему невозможно определить воле излияния голосующего. Вписывание в бюллетень фамилии кандидатов или иные дополнения недопустимо. Комиссия просит утвердить форму бюллетеня для тайного голосования. Коллеги, я надеюсь всем понятно, кто за то, чтобы утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от Смоленской областной думы, прошу голосовать. Кто за, кто против, воздержался, принимается форма бюллетеня единогласно. Уважаемые депутаты, напоминаю, что в соответствии с регламентом думы, наделенным полномочием сенатора, представителя от Смоленской областной думы, считается кандидат, за которого проголосовало 25 и более числа депутатов. Уважаемые коллеги, традиционно предлагаю прерваться на 20 минут для изготовления бюллетеней для тайного голосования и проведения процедуры. Спасибо. Объявляется перерыв. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается продактур номер 2 заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от Смоленской областной думы, присутствовали члены счетной комиссии. Уважаемые коллеги, на заседании Смоленской областной думы присутствует 47 депутатов. Выдано для тайного голосования 47 бюллетеней, число погашенных бюллетеней 1. При вскрытии ящика для голосования оказалось 47 бюллетеней, из них недействительных нет. В результате подсчета голосов по кандидатуре для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, представители от Смоленской областной думы голоса распределили следующим образом. За наделение Малаченкова Артема Сергеевича полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от Смоленской областной думы проголосовало 47 депутатов. Против нет. В соответствии с регламентом Смоленской областной думы и действующим законодательством Смоленская областная дума решила наделить полномочиями сенатора Российской Федерации представителей от Смоленской областной думы Малаченкова Артема Сергеевича. Подпись с членом счетной комиссии. Итак, коллеги, по результатам тайного голосования Смоленская областная дума приняла следующее решение наделить полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от Смоленской областной думы Малаченкова Артема Сергеевича. Давайте поздравим его. Уважаемые коллеги, слово предоставляется губернатору Смоленской области Василию Николаевичу Анохину. Пожалуйста. В первую очередь я хотел поблагодарить за такой выбор и поголосование за Артема Сергеевича Малаченкова. Это тоже мы обсуждали с Игорем Васильевичем, с другими коллегами, консультировались. У нас есть консолидации тоже по поводу. Это тоже фактически член будет нашей большой команды по развитию нашего региона и будет взаимодействовать и с Смоленской областной думой, и с администрацией Смоленской области. Так что прошу тоже его. Он молодой, активный. Часть из вас очень опытные управленцы есть, опытные коллеги. Тоже его поддерживать и, соответственно, ему помогать. Ну и, соответственно, мы от Артема Сергеевича ждем работы в новом формате, как мы говорим, на новых скоростях и не покладая рук. И чтобы Совет Федерации стал не просто площадкой для отбытия времени, а для решения конкретных проблем и достижения результата. Нам нужны только результаты. Это базовое. Ну и, уважаемые коллеги, я вынужден отручиться сейчас принять участие в совещании у президента нашей страны. Поэтому по итогам совещания я тогда обратно подойду. Спасибо большое. Коллеги, давайте поблагодарим Василия Николаевича за участие в нашей работе. Это знаково, это правильно. Василий Николаевич, сил, крепости, духа, здоровья вам. Всего доброго. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, у нас на повестке 12 вопрос. Он гласит об утверждении состава Комитета Смоленской областной думы по законности и правопорядку. В соответствии с регламентом думы состав Комитета думы формируется по заявлению депутатов думы и утверждается постановлением думы. С учетом поступивших к думу заявлений депутатов думы подготовлен проект постановления думы об утверждении состава Комитета думы по законности и правопорядку, согласно которому предлагается утвердить состав данного комитета в количестве пяти депутатов, а именно Вовченко Виталий Владимирович, Максименко Евгений Иванович, Снытина Нина Михайловна, Станьков Александр Иванович, Иссальник Сергей Евгеньевич. Ставлю на голосование постановление Смоленской областной думы об утверждении состава Комитета Смоленской областной думы по законности и правопорядку. Кто за то, что принять данное постановление, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, принимается единогласно. Коллеги, тринадцатый вопрос об избрании председателя комитета Смоленской областной думы по законности и правопорядку. В соответствии с регламентом думы, председатель комитета думы по законности и правопорядку избирается думой на заседании думы из состава данного комитета. Какие у членов комитета думы по законности и правопорядку имеются предложения по кандидатуре председателя? Игорь Васильевич. Да, Максименко Евгений Иванович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, предлагаю избрать на должность председателя комитета Смоленской областной думы по законности и правопорядку, осуществляющего полномочия на постоянной основе депутата Смоленской областной думы Станькова Александра Ивановича. Спасибо. Итак, для избрания на должность председателя комитета Смоленской областной думы по законности и правопорядку, осуществляющего полномочия на профессиональную основу, внесена кандидатура депутата Станькова Александра Ивановича. С учетом требований регламента думы, решения думы об избирании председателя комитета думы принимается открытым голосованием от числа большинства. Переходим к процедуре голосования. Кто за то, чтобы избрать на должность председателя комитета областной думы по законности и правопорядку, осуществляющего полномочия на профессиональной основе депутата Станькова Александра Ивановича, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Депутат принимается единогласно. Таким образом, на должность председателя комитета Смоленской областной думы по законности и правопорядку, осуществляющего полномочия на профессиональной основе, избран депутат думы Станьков Александр Иванович. Решение по данному вопросу оформляется постановлением, то есть отдельно голосовать не нужно. Четырнадцатый вопрос гласит об избрании заместителя председателя комитета Смоленской областной думы по законности и правопорядку. В соответствии с регламентом, заместитель председателя комитета избирается думой на заседании думы из состава данного комитета. Какие у членов комитета думы по законности и правопорядку имеются предложения по кандидатуре заместителя? Пожалуйста, Александр Иванович Станьков. Уважаемый Игорь Васильевич, Юрий Сергеевич, уважаемые коллеги, предлагаю избрать заместителем председателя комитета областной думы по законности и правопорядку депутата областной думы Максименко Евгений Иванович. Итак, для избрания заместителя председателя комитета думы по законности и правопорядку внесена кандидатура депутата Максименко Евгения Ивановича. С учетом требований регламента думы, Решение Думы об избрании заместителя председателя комитета принимается открытым голосованием, большинством голосов от установленного числа. Переходим к процедуре голосования. Кто за то, чтобы избрать заместителем председателя комитета по законности правопорядку Думы, Максименко Евгений Ивановича, прошу голосовать. Кто против? Анатолий Степанович, вы против? Кто воздержался, принимается единогласно. Таким образом, заместителем председателя комитета Смоленской областной Думы по законности правопорядку избран депутат Думы Максименко Евгений Иванович. Решение по данному вопросу также не требует отдельного голосования. Коллеги, пятнадцатый вопрос гласит об утверждении состава комитета Смоленской Думы по вопросам агропромышленного комплекса природопользования и экологии. С учетом поступивших в Думу заявлений депутатов Думы подготовлен проект постановления в Думу о утверждении состава комитета по вопросам АПК природопользования и экологии, согласно которому предлагается утвердить состав данного комитета в количестве пяти депутатов. А именно, Гераськова Елена Николаевна, Калугин Александр Владимирович, Павлов Алексей Григорьевич, Чехунов Михаил Владимирович, Шумейко Николай Николаевич. Ставлю на голосование постановление Смоленской областной думы об утверждении состава комитета Смоленской думы по вопросам АПК природопользования и экологии. Кто за то, чтобы принять данное постановление, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Слушается 16 вопрос. Об избрании председателя комитета Смоленской областной думы по вопросам АПК природопользования и экологии. Какие у членов думы по вопросам агропромышленного комитета, по вопросам агропромышленного комплекса природопользования и экологии имеются предложения по кандидатуре председателя данного комитета? Разрешите? Да, пожалуйста, Елена Николаевна. Предлагаю избрать председателем комитета Смоленской областной думы по вопросам АПК природопользования и экологии депутата Смоленской областной думы Шумейко Николай Николаевич. Итак, для избрания председателем комитета по вопросам АПК природопользования и экологии внесена кандидатура депутата Шумейко Николая Николаевича. С учетом требований регламента думы, решение думы об избрании председателя комитета думы принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов думы, то есть 25 и более. Кто за то, чтобы избрать председателем комитета Смоленской областной думы по вопросам агропромышленного комплекса природопользования и экологии? Депутата думы Шумейко Николая Николаевича прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался, принимается единогласно. Таким образом, председателем комитета Смоленской областной думы по вопросам агропромышленного комплекса природопользования и экологии избран депутат думы Шумейко Николай Николаевич. Решение по данному вопросу не требует отдельного голосования. Семнадцатый вопрос. Об избрании заместителя председателя комитета по вопросам агропромышленного комплекса природопользования и экологии. Какие у членов Комитета Думы по вопросам агропромышленного комплекса природопользования и экологии имеются предложения по кандидатуре заместителя председателя? Да, пожалуйста, Николай Николаевич. Продолжение следует. С учетом требований регламента Думы решение об избрании заместителя председателя Комитета принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов Думы. Переходим к процедуре голосования. Кто за то, чтобы избрать на должность заместителя председателя Комитета Думы по вопросам агропромышленного комплекса природопользования и экологии, осуществляющего полномочия на профессиональной основе депутата Думы Гераськова Елены Николаевны, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Таким образом, на должность заместителя председателя Комитета Думы по вопросам агропромышленного комплекса природопользования и экологии, осуществляющего полномочия на профессиональной основе, избран депутат Думы Гераськова Елена Николаевна. Решение по данному вопросу не требует отдельного голосования. Коллеги, 18 вопрос повестки об утверждении состава Комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. С учетом поступивших заявлений депутатов подготовлен проект постановления об утверждении состава Комитета по бюджету, налогам и финансам, согласно которому предлагается утвердить состав данного Комитета в количестве семи депутатов Думы, а именно Борисов Андрей Александрович. Васильевич Анатолий Степанович, Дементьев Николай Алексеевич, Кузнецов Валерий Венедиктович, Лосенко Михаил Васильевич, Мартынов Николай Николаевич и Розуваев Виктор Алексеевич. Ставлю на голосование постановления Смоленской областной Думы об утверждении состава Комитета по бюджету, налогам и финансам. Кто за то, чтобы принять данное постановление, прошу голосовать против. Против воздержался, принимается единогласно. Девятнадцатый вопрос. Об избрании председателя Комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. Какие у членов Комитета Думы по бюджету, налогам и финансам имеются предложения по кандидатуре председателя? Виктор Алексеевич, называю Вам слово. Дорогие коллеги, на должность председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам в Думу седьмого созыва предлагаю избрать депутата областной Думы седьмого созыва Дементьева Николая Александровича. Дементьева Николая Алексеевича, правильно я понял, Виктор Алексеевич? Да, Дементьева Николая Алексеевича. Но хочу от себя добавить, он являлся председателем Комитета по налогам и финансам в Думе пятого и шестого созыва. В Думе пятого и шестого созыва во время его председательства было принято много... Виктор Алексеевич, представление кандидатуры не требуется. Все хорошо, спасибо. Я уверен, что мы к полтретьему закончим. Желающие могут остаться здесь, поговорить сколько надо. Зал будет предоставлен до нуля часов. Итак, для избрания на должность председателя Комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, осуществляющего полномочия на профессиональной основе, внесена кандидатура депутата Думы Дементьева Николая Алексеевича. Решение Думы об избрании председателя Комитета Думы принимается открытым голосованием. Большинством голосов установлено числа депутатов, то есть 25 и более. Переходим к процедуре. Кто за то, чтобы избрать на должность председателя Комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, осуществляющим полномочия на профессиональной основе депутата Думы Дементьева Николая Алексеевича, прошу голосовать. Кто против, кто воздержался, принимается единогласно. Таким образом, на должность председателя Комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, осуществляющего полномочия на профессиональной основе избран депутат Думы Дементьева Николай Алексеевич. Решение по данному вопросу не требует отдельного голосования. Коллеги, 20-й вопрос гласит об избрании заместителя председателя Комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. Какие у членов Комитета Думы по бюджету, налогам и финансам имеются предложения по кандидатуре заместителя председателя Комитета? Николай Алексеевич Дементьев, вам слово. Спасибо. Уважаемый Игорь Васильевич, уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые коллеги, предлагаю избрать заместителем председателя Комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам депутата Смоленской областной Думы Розуваева Виктора Алексеевича. Итак, для избрания заместителя председателя Комитета Думы по бюджету, налогам и финансам внесена кандидатура депутата Думы Виктора Алексеевича Розуваева. Решение об избрании заместителя председателя Комитета принимается открытым голосованием от установленного большинства. Переходим к процедуре голосования. Кто за тот, чтобы избрать заместителем председателя Комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам депутата Думы Розуваева Виктора Алексеевича, прошу голосовать. Кто против, кто воздержался, принимается единогласно. Таким образом, заместителем председателя Комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам избран депутат Розуваева Виктор Алексеевич. Решение также не требует отдельного голосования. Вопрос номер 21. Об утверждении состава Комитета Смоленской областной думы по социальной политике. С учетом поступивших в Думу заявлений депутатов Думы подготовлен проект постановления об утверждении состава Комитета Думы по социальной политике, согласно которому предлагается утвердить состав данного комитета в количестве восьми депутатов. А именно Василенков Алексей Петрович, Ковалев Михаил Александрович, Николаев Сергей Владимирович, Полушкина Наталья Иосифовна, Ульянова Любовь Александровна, Фомин Сергей Геннадьевич, Ченцова Наталья Леонидовна, Шелудюков Сергей Сергеевич. Ставлю на голосование постановление Смоленской областной думы об утверждении состава Комитета Смоленской областной думы по социальной политике. Кто за то, чтобы принять данное постановление, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принимается единогласно. Вопрос номер 22. Об избрании председателя Комитета Смоленской областной думы по социальной политике. Какие у членов Комитета думы по социальной политике имеются предложения по кандидатуре председателя? Да, Сергей Владимирович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, предлагаю избрать председателем Комитета по социальной политике Смоленской областной думы депутата Смоленской областной думы Полушкину Наталье Иосифовне. Итак, для избрания председателем Комитета Смоленской областной думы по социальной политике внесена кандидатура депутата думы Натальи Иосифовны Полушкиной. Решение об избрании председателя комитета Думы принимается открытым голосованием большинством голосов от уполномоченного числа депутатов Думы, то есть 25 и более. Кто за тот, чтобы избрать председателем комитета по социальной политике, по Лушкину Наталье Иосифовну, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно. Таким образом, председателем комитета Смоленской областной думы по социальной политике избран депутат Думы Полушкина Наталья Иосифовна. Здесь также нет необходимости голосования. Переходим к вопросу номер 23 об избрании заместителя председателя комитета Смоленской областной думы по социальной политике. Какие у членов комитета Думы по социальной политике имеются предложения по кандидатуре заместителя председателя комитета? Наталья Иосифовна, Вам слово. Уважаемые коллеги, предлагаю избрать заместителем председателя комитета Смоленской областной думы по социальной политике депутата Смоленской областной думы Николаева Сергея Владимировича. Спасибо. Итак, для избрания заместителя председателя комитета по социальной политике внесена кандидатура депутата Думы Николаева Сергея Владимировича. Решение Думы об избрании заместителя председателя комитета принимается открытым голосованием. Переходим к процедуре. Кто за тот, чтобы избрать заместителем председателя комитета Смоленской областной думы по социальной политике Николаева Сергея Владимировича? Прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно. Таким образом, заместителем председателя Комитета Думы Смоленской областной думы по социальной политике избран Николаев Сергей Владимирович. 24 вопрос. Об утверждении состава Комитета Смоленской областной думы по имущественным земельным отношениям. С учетом поступивших в Думу заявлений депутатов Думы подготовлен проект постановления об утверждении состава Комитета по имущественным земельным отношениям, согласно которому предлагается утвердить состав данного Комитета в количестве пяти депутатов Думы, а именно Юрия Петровича Кошанского, Андрея Николаевича Митрофаненкова, Валерия Алексеевича Разуваева, Дмитрия Викторовича Титова, Юрия Александровича Черника. Ставлю на голосование постановление Смоленской областной думы о утверждении состава Комитета Думы по имущественным земельным отношениям. Кто за то, чтобы принять данное постановление, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Принимается. 25 вопрос. Об избрании председателя Комитета Смоленской областной думы по имущественным земельным отношениям. Какие у членов Комитета Думы по имущественным земельным отношениям имеются предложения по кандидатуре председателя? Пожалуйста, Дмитрий Викторович Титов. Уважаемые коллеги, предлагаю избрать председателем Комитета Смоленской областной думы по имущественным земельным отношениям депутата Смоленской областной думы Кошанского Юрия Петровича. Итак, для избрания председателя Комитета Смоленской областной думы по имущественным земельным отношениям не чтена кандидатура Кошанского Юрия Петровича. Решение также принимается открытым голосованием от числа большинства голосов. Переходим к процедуре голосования. Кто за то, чтобы избрать председателем Комитета Смоленской областной думы по имущественным земельным отношениям депутата Кошанского Юрия Петровича, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно. Таким образом, председателем комитета областной думы по имущественным земельным отношениям избран депутат Кашанский Юрий Петрович. Решение думы также не требует отдельного голосования. 26 вопрос на повестке об избрании заместителя председателя комитета Смоленской областной думы по имущественным земельным отношениям. Какие у членов комитета по имущественным земельным отношениям есть предложения по кандидатуре заместителя? Игорь Васильевич, пожалуйста. Да, пожалуйста, Юрий Петрович Кашанский. Уважаемый Игорь Васильевич, уважаемый Сергей Юрьевич, Юрий Сергеевич, извиняюсь, уважаемые коллеги, предлагаю избрать на должность заместителя председателя комитета Смоленской областной думы по имущественным и земельным отношениям, осуществляющим полномочия на постоянной профессиональной основе депутата Смоленской областной думы Титова Дмитрия Викторовича. Итак, для избрания на должность заместителя председателя комитета по имущественным земельным отношениям, осуществляющего полномочия на профессиональной основе, внесена кандидатура депутата Думы Титова Дмитрия Викторовича. Решение об избрании заместителя председателя комитета думы принимается открытым голосованием. Кто за то, чтобы избрать на должность заместителя председателя комитета Смоленской областной думы по имущественным и земельным отношениям, осуществляющего полномочия на профессиональной основе депутата Титова Дмитрия Викторовича, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно. Таким образом, на должность заместителя председателя комитета Смоленской областной думы по имущественным и земельным отношениям, осуществляющего полномочия на профессиональной основе, избран депутат думы Титов Дмитрий Викторович. Вопрос номер 27. Об утверждении состава комитета Смоленской областной думы по экономическому развитию инвестициям предпринимательства. С учетом поступивших в Думу заявлений депутатов Думы подготовлен проект постановления об утверждении состава комитета Думы по экономическому развитию инвестициям предпринимательства, согласно которому предлагается утвердить состав данного комитета в количестве шести депутатов Думы, а именно Гулицкий Игорь Викторович, Исаев Иса Магомедович, Калистратов Сергей Николаевич, Невский Сергей Николаевич, Новиков Дмитрий Юрьевич, Титов Игорь Евгеньевич. Ставлю на голосование поставление Смоленской областной думы об утверждении состава комитета Смоленской областной думы по экономическому развитию инвестициям и предпринимательству. Кто за то, чтобы принять данное постановление? Прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Единогласно. 28-й вопрос об избрании председателя комитета Смоленской областной думы по экономическому развитию инвестициям и предпринимательству. Какие у членов комитета Думы по экономическому развитию инвестициям и предпринимательству имеются предложения по кандидатуре председателя комитета? Новиков Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. Уважаемый Игорь Васильевич, Юрий Сергеевич, предлагаю избрать на должность председателя комитета Смоленской областной думы по экономическому развитию инвестициям и предпринимательству, осуществляющего полномочия на профессиональной основе депутата Смоленской областной думы Титова Игоря Евгеньевича. Итак, для избрания на должность председателя комитета Думы по экономическому развитию инвестициям и предпринимательству, осуществляющего полномочия на профессиональной основе, внесена кандидатура депутата Думы Титова Игоря Евгеньевича. Решение Думы об избрании председателя комитета принимается открытым голосованием. Кто за то, чтобы избрать на должность председателя комитета Смоленской областной думы по экономическому развитию инвестициям и предпринимательству, осуществляющим полномочия на профессиональной основе, депутата Титова Игоря Евгеньевича прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Таким образом, на должность председателя комитета Смоленской областной думы по экономическому развитию инвестициям и предпринимательству, осуществляющего полномочия на профессиональной основе избран депутат Думы Игорь Евгеньевич Ситов. Решение по данным вопроса оформляется постановлением. Коллеги, 29-й вопрос об избрании заместителя председателя комитета Смоленской областной думы по экономическому развитию инвестиций. Какие у членов комитета по экономическому развитию инвестициям и предпринимательствам имеются предложения по кандидатуре заместителя председателя? Игорь Васильевич, пожалуйста. Уважаемый Игорь Васильевич, уважаемые коллеги, предлагаю избрать заместителем председателя комитета по экономическому развитию инвестициям и предпринимательству депутата Смоленской областной думы Новикова Дмитрия Юрьевича. Итак, для избрания заместителя председателя комитета думы по экономическому развитию инвестициям предпринимательства внесена кандидатура депутата думы Новикова Дмитрия Юрьевича. С учетом требований регламента думы, решение думы об избрании заместителя председателя думы принимается открытым голосованием большинством от числа. Кто за тот, чтобы избрать заместителем председателя комитета думы по экономическому развитию инвестициям предпринимательства депутата думы Новикова Дмитрия Юрьевича, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно заместителем председателя комитета думы по экономическому развитию инвестициям предпринимательства избран депутат Новиков Дмитрий Юрьевич. Решение по данному вопросу оформляется постановлением. Согласно которому предлагается утвердить состав личного данного комитета в количестве пяти депутатов и включить в состав комитета следующих депутатов. Васильеву Ольгу Николаевну, Демьянова Игоря Анатольевича, Жарикова Семена Владимировича, Маргунова Андрея Викторовича, Степаненкова Илью Александровича. Ставлю на голосование постановление Смоленской областной думы о утверждении состава комитета Смоленской областной думы по вопросам местного самоправления государственной службы связи с общественным организацией. Кто за то, что принять данное постановление, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно. 31 вопрос. Об избрании председателя комитета Смоленской областной думы по вопросам местного самоправления государственной службы связи с общественными организациями. Какие у членов комитета думы по вопросам местного самоправления государственной службы связи с общественными организациями имеется предложение по кандидатуре председателя комитета думы? Игорь Васильевич, разрешите? Да, Илья Александрович, пожалуйста. Уважаемый Игорь Васильевич, уважаемый Илья Александрович, уважаемые депутаты, я предлагаю избрать на должность председателя комитета Смоленской областной думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы и связям с общественными организациями, осуществляющего полномочия на профессиональной основе депутата Смоленской областной думы Маргунова Андрея Викторовича. Итак, для избрания на должность председателя комитета думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы и связям с общественными организациями, осуществляющих полномочия на профессиональной основе, внесена кандидатура депутата думы Маргунова Андрея Викторовича. С учетом требований регламента, решение об избрании принимается открытым голосованием. Ставлю на голосование. Кто за тот, чтобы избрать на должность председателя комитета Смоленской областной думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы, связям с общественными организациями, осуществляющих полномочия на профессиональной основе депутата думы Маргунова Андрея Викторовича. Прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно. Таким образом, на должность председателя комитета Смоленской областной думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы, связям с общественными организациями, осуществляющих полномочия на профессиональной основе, избран депутат думы Маргунова Андрей Викторович, решение по данному вопросу оформляется постановлением думы, за которое отдельно не голосуется. 32 вопрос. Об избрании заместителя председателя комитета Смоленской областной думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы, связям с общественными организациями, какие у членов комитета имеются предложения по кандидатуре заместителя председателя? Игорь Васильевич, разрешите. Пожалуйста, Андрей Викторович. Уважаемые коллеги, предлагаю избрать заместителем председателя комитета Смоленской областной думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы и связям с общественными организациями депутата Смоленской областной думы Илью Александровича Степаненкова. Итак, для избрания заместителем председателя комитета Думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы и связям с общественными организациями внесена кандидатура депутата Думы Степаненкова Илья Александровича. Решение об избрании проводится открытым голосованием, переходим к процедуре. Кто за то, чтобы избрать заместителем председателя комитета Смоленской областной думы по вопросам местного самоуправления, самоуправления государственной службы и связям с общественными организациями Илью Александровича Степаненкова, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно. Таким образом, заместителем председателя комитета Смоленской областной думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы, связям с общественными организациями избран депутат Степаненков Илья Александрович. 33 вопрос. Об утверждении состава комитета Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике. С учетом поступивших в Думу заявлений депутатов Думы подготовлен проект постановления об утверждении состава комитета Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике, согласно которому предлагается утвердить состав данного комитета в количестве пяти депутатов Думы. Включить в состав комитета следующих депутатов. Зеленского Александра Андреевича, Леоненкова Михаила Владимировича, Рудака Евгения Николаевича, Степанова Максима Александровича, Цыганова Егора Евгеньевича. Ставлю на голосование постановление Смоленской областной думы об утверждении состава комитета Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетику. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно. Вопрос номер 34 гласит об избрании председателя комитета Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике. Какие у членов комитета данного есть предложения? Пожалуйста, Егор Евгеньевич. Предлагаю избрать председателем комитета Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике депутата Смоленской областной думы Рудака Евгения Николаевича. Итак, для избрания председателем комитета Думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике внесена кандидатура депутата Думы Рудака Евгения Николаевича. С учетом требований регламента Думы решение об избрании председателя принимается открытым голосованием. Переходим к процедуре. Кто за то, чтобы избрать председателем комитета Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике депутата Рудака Евгения Николаевича, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно. Таким образом, председателем комитета Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике избран депутат Рудак Евгений Николаевича решение по данному вопросу оформляется постановлением Думы, за которое отдельно не голосуется. Вопрос номер 35. Об избрании заместителя председателя комитета Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике есть предложение по кандидату? Вопрос номер 36. Об избрании заместителя председателя комитета Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике, осуществляющего полномочия на профессиональной основе депутата Смоленской думы Цыганова Егора Евгеньевича. Итак, для избрания на должность заместителя председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике, осуществляющего полномочия на профессиональной основе, внесена кандидатура депутата Думы Цыганова Егора Евгеньевича. Решение об избрании заместителя председателя комитета проводится открытым голосованием. Переходим к процедуре. Кто за то, чтобы избрать на должность заместителя председателя комитета Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике, осуществляющего полномочия на профессиональной основе депутату Думы Цыганова Егора Евгеньевича, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято. Таким образом, на должность заместителя председателя комитета Смоленской областной думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике, осуществляющего полномочия на профессиональной основе, избран депутат Цыганов Егор Евгеньевич. 36 вопрос. Об избрании членов комиссии Смоленской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленской областной думы. В соответствии с регламентом думы, комиссия думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами думы, формируется на первом заседании думы порядке установления областным законом от 21 февраля 2012 года, номер 13 З, о сведениях о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленской областной думы. Согласно данному областному закону, комиссия создается думой из числа депутатов думы в количестве пяти человек. Депутаты думы, являющиеся супругами или близкими родственниками, не могут быть членами комиссии. Нам необходимо избрать членов данной комиссии. Какие будут предложения по кандидатуру в членов комиссии? Николай Николаевич, пожалуйста. Предлагаю избрать членами комиссии Смоленской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Смоленской областной думы, следующих депутатов Смоленской областной думы. Василевича Анатолия Степановича, Дементьева Николая Алексеевича, Лосенко Михаила Васильевича, Титова Игоря Евгеньевича, Цыганова Егора Евгеньевича. Уважаемые депутаты, так как количество предложенных кандидатур не превышает число вакантных мест комиссии, предлагаю голосовать за список целом. Кто за то, чтобы проголосовать за список в целом, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается. В соответствии с областным законом о сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленской областной думы, решение думы по вопросу об избрании членов комиссии принимается открытым голосованием. Кандидаты в члены комиссии считаются избранными, если за них проголосовало большинство от установленного числа депутатов, то есть 25 и более. Ставлю на голосование, кто за то, чтобы избрать депутатов Думы Василевича, Дементьева, Лосенко, Титова, Цыганова в состав комиссии Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, прошу голосовать. Таким образом, по итогам голосования комиссия Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, сформирована в составе следующих депутатов. В соответствии с областным законом, решение Думы по рассмотренному вопросу оформляется постановлением. 37 вопрос. Михаил Васильевич Лосенко, пожалуйста. Уважаемые друзья, предлагаю избавленному вопросу за достоверностью сведений о доходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера. Предлагаю избавленному вопросу за достоверностью сведения Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера. Представляемых депутатами Думы, осуществляющих полномочия на профессиональной основе, внесена кандидатура депутата Думы Василевича Анатолия Степановича. Решение об избрании председателя указанной комиссии принимается открытым голосованием. Переходим к процедуре. Кто за то, чтобы избрать на должность председателя комиссии Смоленской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленской областной думы, осуществляющего полномочия на профессиональной основе депутата Думы Василевича Анатолия Степановича. Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Таким образом, на должность председателя комиссии Смоленской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленской областной думы, осуществляющего полномочия на профессиональной основе, избран депутат Василевич Анатолий Степанович. Решение по данному вопросу не требует отдельного голосования. 38-й вопрос об избрании заместителя председателя комиссии Смоленской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленской областной думы. Какие у членов комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатам думы, имеется предложение по кандидатуре заместителя председателя этой комиссии? Разрешите? Пожалуйста, Анатолий Степанович. Уважаемый Игорь Васильевич, уважаемые коллеги, предлагаю избрать заместителя председателя комиссии Смоленской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленской областной думы, депутата Смоленской областной думы, Ласенко Михаила Васильевича. Итак, для избрания заместителя председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами думы, внесена кандидатура Ласенко Михаила Васильевича. Решение также принимается открытым голосованием. Переходим к процедуре. Кто за то, чтобы избрать заместителем председателя комиссии Смоленской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленской областной думы, депутата Ласенко Михаила Васильевича, прошу голосовать. Кто против? Воздержался, принимается единогласно. Таким образом, заместителем председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами думы, избран депутат Ласенко Михаил Васильевич. Решение не требует отдельного голосования. Тридцать девятый вопрос. Об утверждении персонального состава комиссии Смоленской областной думы по противодействию коррупции. В соответствии с положением о комиссии по противодействию коррупции, нам необходимо сформировать комиссию по противодействию коррупции в составе двенадцати депутатов и членов комиссии с правом совещательного голоса, которые не являются депутатами думы. Персональный состав комиссии утверждается постановлением думы. Вашему вниманию предлагается проект постановления думы об утверждении персонального состава комиссии Смоленской областной думы по противодействию коррупции, согласно которому состав комиссии предлагается включить следующих депутатов. Борисова Андрея Александровича Чехунова Михаила Владимировича и членов комиссии с правом совещательного голоса Забелина Дмитрия Александровича Капустина Александра Михайловича Свериденкова Юрия Сергеевича Сметанина Андрея Михайловича Степанова Дмитрия Ильича Цыганкова Алексея Вячеславовича Ставлю на голосование постановление Смоленской областной думы о утверждении персонального состава комиссии Смоленской областной думы по противодействию коррупции Коллеги, кто за данное решение, прошу голосовать Кто против, воздержался, принимается единогласно Вопрос номер 40 об избрании председателя комиссии Смоленской областной думы по противодействию коррупции В соответствии с положением и комиссией Смоленской областной думы по противодействию коррупции председатель комиссии избирается на заседании думы числа депутатов думы уходящих в состав Какие из членов комиссии думы по противодействию коррупции и числа депутатов имеются предложения по кандидатуре председателя Пожалуйста, Александр Андреевич Зеленский. Внесена кандидатура депутата Думы Борисова Андрея Александровича. В соответствии с положением Комиссии по противодействию коррупции, с учетом требований, голосование проводится открытым от большинства голосов. Переходим к процедуре. Кто за то, что и безбрать на должность председателя Комиссии Смоленской областной Думы по противодействию коррупции, осуществляющего полномочия на профессиональной основе депутата Думы Борисова Андрея Александровича, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно. Таким образом, на должность председателя Комиссии Смоленской областной Думы по противодействию коррупции, осуществляющего полномочия на профессиональной основе, избран депутат Думы Борисов Андрея Александровича. Решение также не требует дополнительного голосования. 41 вопрос. Уважаемый Игорь Васильевич, Юрий Сергеевич, уважаемые депутаты, предлагаю избрать заместителем председателя Комиссии Смоленской областной Думы по противодействию коррупции депутата Смоленской областной Думы Зеленского Александра Андреевича. Итак, для избрания заместителем председателя Комиссии Смоленской областной Думы по противодействию коррупции внесена кандидатура Зеленского Александра Андреевича. В соответствии с положением голосование проводится открыто. Переходим к процедуре. Кто за то, чтобы избрать заместителем председателя комиссии Смоленской областной думы по противодействию коррупции депутата думы Зеленского Александра Андреевича, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается единогласно. Заместителем председателя Смоленской областной думы по противодействию коррупции избран депутат думы Зеленский Александр Андреевич. Решение также не требует отдельного голосования. Уважаемые коллеги, напоминаю вам, что в думу поступило заявление от депутата Малащенкова Артема Сергеевича о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата, ввиду наделения его полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя Смоленской областной думы. Вот оно заявление. Коллеги, кто за то, чтобы прекратить полномочия депутата Смоленской областной думы Малащенкова Артема Сергеевича, в связи с наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя Смоленской областной думы, прошу голосовать. Кто против, воздержался, решение принято. Уважаемые коллеги, вся работа запланирована на первую часть нашего заседания, у нас выполнена. У нас впереди фотосессия. Я попрошу всех депутатов традиционно подняться на сцену, которая находится буквально за нами, сделать ряд фотографий на память для истории. А также, уважаемые коллеги, объявляю перерыв. Я думаю, что на 30 минут, во время которого будут проведены заседания наших комиссий, комитетов и так далее, предлагаю через 30 минут, но в случае, если на каких-то комитетах вопросы потребуют большего времени для рассмотрения, максимум до 14.00 собраться в зале и продолжить нашу работу уже в обсуждении решений комитетов в качестве законопроектов региональных и федеральных, а также инициатив. Коллеги, всем все понятно? Значит, размещение комитетов для проведения заседаний о нем будет сообщено с сотрудниками аппарата. Всех прошу подняться на сцену.